Добрый день! Сегодня мы продолжаем рассматривать монеты эры, монеты скандинавских стран. Сегодня нам представлены монеты Швеции. Сегодня мы рассмотрим монеты двух периодов правления шведских королей. Это Густав Шестой Адольф и Карл Шестнадцатый Густав. Монеты у нас представлены в двух столбиках. Это монеты самых мелких номиналов. Давайте поговорим о короле Карле Шестнадцатом Густаве. В 1973 году он вступает на трон. Ему было 27 лет. Самый молодой из династии Бернадотов. Он заменил своего девяностолетнего деда Густава Шестого Адольфа. Именно тогда он выбрал своим девизом за Швецию в новом су-временем. Ну и конечно же во всем мире Карл Шестнадцатый Густав больше всего известен как ведущий Нобелевских премий ежегодно. Ну и король, конечно, Густав Шестой Адольф. Адольф родился в 1882 году и правил страной до 1973. Королем он стал в 1950 году. Что можно выделить из интересных фактов Густава Шестого? То, что он был самым пожилым действующим руководителем государства на планете в 1973 году. В 1956 году во время царствования принимал участие в 16-х летних Олимпийских играх, которые проходили в Стокгольме и при этом он открыл данные игры. Давайте рассмотрим самого маленького номинала монету. Монета номинала 1 Оры 1971 года. Такие монеты чеканились с 1951 по 1971 год. Это период правления короля Густава Шестого Адольфа. Это монета регулярного чекана. Выполнена она из бронзы. Гурт гладкий. Вес такой монеты 2 грамма. Диаметр 16. Толщина 1,2 миллиметра. Толщина 1,2 миллиметра. Давайте теперь рассмотрим. две монеты и посмотрим их не отличие слева мы видим монету номиналом 5 эры год такой год их начеканки с 1976 по 1984 год и принадлежит она перед управлением короля 16 густава монета также выполнена из бронзы вес почти 2,7 грамма диаметр 18 миллиметров толщина 1,4 миллиметра справа также монета выполнена из бронзы годчик канки с 1972 по 1973 года вес диаметр толщину данная монета имеет одинаковые все еще одинаковые еще одинаковые сразу же это мы видим Далее давайте рассмотрим монеты Томнелло 10 и Рам. Данные монеты чеканились с 1976 по 1991 год. Выполнены они из медно-никелевого сплава Гурт Гладкий. Монеты регулярно чекани. Справа монеты также НЛО 10 и Рам. Гуд чеканки с 1962 по 1973 год. Также выполнены из медно-никелевого сплава. Диаметр монеты имеет одинаковый, но отличается вес данных монет. Данные монеты имеют вес 1,44 гр. Толщина 1,4 гр. А данные две монеты имеют вес 1,35 гр. и толщина всего 1 мм. Давайте посмотрим оборотные стороны данных монет. Дальше. 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 Эти четыре монеты принадлежат периоду короля, прорывлению короля Карла XVI, вес данных монет немного более, чем предыдущих экземпляров. Отличие сходства в том, что все они выполнены из метаникелевого сплава, имеют гладкий горд. Давайте еще раз посмотрим данные монеты. За класс репост огромное спасибо, подписывайтесь на данный канал, ставьте свои комментарии. До скорой встречи. До свидания.